Здравствуйте, друзья! Второй день у нас бахает, бахает, и никак ничего не начнётся. Вчера бахало, 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 в результате куда-то ушло туда, в Москву, по крайней мере. Я когда с Бэби гуляла, в лифте потом ехала с соседом. Он говорит, на Кантемировской, да, он вроде сказал, у них там такой апокалипсис был. И дождь, и град, и ураган. У нас ничего не было, у нас вот так побахало и всё, и ушло куда-то. Сегодня Гугл обещал целый день, ну то есть должен был вчера начаться дождь. И он там где-то, видите, дождь уже идёт, может к нам дойдёт всё-таки. Вот, вчера должен был начаться дождь, сегодня целый день обещали дождь, гроза, но вот середина дня, пока ничего, никаких изменений. Очень тяжело, конечно, очень тяжело. Вчера 32 градуса было, вентилятор не помогает, плюс ко всему я вчера ещё пирожки жарила. Дочке потом позвонила, говорю, ну приезжай, забирай. Вот, она приехала, забрала, я в пятёрку заехала с ней вместе за фумигаторами. Вот, слышите, как гремит? Вот вчера так гремела, 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 но ничего не выгремело. Мой бебюн мучается, я даже специально постель не убираю, чтобы она, ну как бы, сушилась, проветривалась у меня. Вот, вентилятор, видите, практически направлен на постель, вот, так вот я и спала. Боялась до ужаса, я же из Питера привезла простуду, ну вот никак она не лечится. И у меня бебюн то здесь поваляется вообще таким этим... Бебюн, ну хватит! Это не поможет. То здесь валяется, то потом где-нибудь на полу ищет место голое прямо на этом, на линолеуме. И там лежит тоже пластиком. Я так поняла, она плохо переносит жару. Ну, и я плюс ко всему никак ее не подстригу. Надо собраться. Ну, душно, душно. Я как представлю, что на меня будут попадать клочки шерсти, невозможно же аккуратненько. Она же все равно в разные стороны летит. Дебюш, что такое? Это от жары не поможет. Чем больше ты вот так вот это суетишься, тем жарче тебе будет. Вот, а я на кухне себе готовлю гречку с грибами. Не могу. Последнее время меня на эти... На углеводы просто пробивает. Я просто не могу. Смотрю на булки, смотрю на хлеб. Я все вот это вот хочу. Несмотря на то, что жара. Ничего не спасает. В первый день после Питера приехали. Я нарезала себе окрошку. Думала, по такой жаре нет, не заходит. Я хочу углеводов, поэтому себе гречку делаю с этими, с грибами. Ничего не снимала, никакие видео кулинарные. Нет ни малейшего ни желания, ни сил. Жарко очень. Ну и насморк. Насморк и кашель. Я прямо... Наконец-то разверзлись в хляби небесные. Очень неудачно разверзлись в мою сторону. Как видите, вот закрывать окно не хочу. Постелила тряпку в надежде, что она сдержит все эти потоки. Очень-очень-очень сильный дождь пошел. Сразу такой воздух свежий. Просто прелесть. Ура! Надеюсь, сейчас хорошо-хорошо прольет. И собьет температуру. Дождь идет очень сильный. Сильный, крупный. Прямо такой... Ну, а даже, видите, не видно ничего из-за дождя. Какой дождь сильный. Господи, даже не верится. Ну, неужели это вот все? Несколько минут был ливень. Я вот вам показывала. Потом еще несколько минут такой, как бы, начался... Ну, стандартный, как долгоиграющий дождик. Я думала, он так и будет до самого вечера. Вот небо уже светлеет. Гром где-то вдали, вдали, вдали. Еле слышен. И сейчас идет такой тихенький... Понятно. И сейчас идет тихенький такой дождик. Не похож на долговременный. Такое ощущение, что он сейчас закончится. У меня в квартире стало еще тяжелее, чем было. То есть, если было просто, как бы, ну, так, жирковато, да, то сейчас еще и влажно. Нисколько никакого облегчения не принес этот дождик. Ой, вот уже я понимаю, что не слышно на телефоне. Далеко-далеко гремит гром. Даже надо прислушиваться. То есть, все, дождь от нас ушел. А были такие ожидания. Ну, вроде как, завтра обещают попрохладнее. Просто, не знаю, будет, не будет у нас завтра путешествия. Мы собираемся кое-куда с дочкой съездить. Вроде как, вдвоем. Вроде как, без машины. Вот, на транспорте. Посмотрим. Ну, кажется, Google обещает всего 23 градуса. То есть, такую комфортную, комфортную погоду. И она будет очень подходящей, потому что мы хотим съездить на очень-очень-очень открытое место. Практически без зелени. И, конечно, хотелось бы, чтобы было попрохладнее. Вот так вот это, наверное, на сегодня все. Ну, видно будет. Если будут какие-то новости, если будут какие-то у меня истории, обязательно включусь. Без 20-11 я, конечно, никуда не собиралась идти. Только уже начала как-то термически привыкать к погоде. А, тут ключи. Но, Бэби, стонало. Типа, ты что, не собираешься меня выводить? Поэтому мы идем. Ой, из-за фонаря не видно, какое небо кобальтовое, чистое. Только кое-где белые облачка. Даже звездочки появились. На улице очень похолодало. А, Гугл уверяет, что сейчас 18 градусов. Я ему не верю. Потому что мне... Ой! Ну, Бэби, так нельзя тормозить. А, потому что мне не холодно, а достаточно комфортно. Пойдем парочку кружков сделаем. Ой! Привезла я из Питера. Такой насморк и такой кашель. Кошмар. Сейчас занималась монтажом Юсуповского дворца. Там придется полностью музыку накладывать. Ну, не знаю. Я думала делать свою аудиозапись и текстовое сопровождение. Ну, так подумала-подумала. Юсупов достаточно известная личность. Можно пару строк, конечно, в описании добавить. Но я на этой прогулке по дворцу любовалась красотами. Потому что Юсупов был достаточно таким человеком с образованием. Образованием разнообразным. Один из видов образований как раз вот его родители заставляли изучать искусство и так далее. Поэтому дворец обставлен, конечно, с роскошью, но с огромным вкусом. Я даже теперь нисколько не жалею, что пошла смотреть. Для меня это оказалось новым опытом. Ну, потому что дворцов высмотрено немало. Сюда-сюда иди. И, как говорится, роскошь, она и есть роскошь. Будет видео с Екатерининского дворца. А вот там, как говорится, просто бездумная роскошь. А у Юсупова это мечта, переходящая на другой уровень. Ну и, конечно, огромный респект ему за меценатство, поддержку искусству. Насколько я понимаю, здесь бегает крыса. Вон она, под этой лавочкой. Вон, побежала, побежала, побежала. Не белка, точно. И мехомяк. Кошмар. Бэби, я ее боюсь. Странная крыса, да? Чего она не убегает? Он сидит на мостике. Хвостяра. Длиннющий. Это крыса, Бэби. А, у меня же Бэби-то крысолов. О, тут что? Привет, ромашки. Бросайте деньги. Читайте книжки. Ой, как хорошо ночью. Собак нету. Зато есть крысы. Стало прохладно. Половина фонарей уже не горят. А, там тоже перегоревший. Тут вот перегоревшие два. Боже. Быстро портится. Все. И, как всегда, в конце дня танцы. Мокрые собаки и бешеные танцы. Так. Сегодня не удалось сбросить подушку с кресла. Потому что я ее укрыла покрывальцем, эту подушку. И все затянула покрывалами. Да, Бэби? Да? 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 Бэби? Да? Да? Бэби на меня подозрительно смотрит и не сушится. Я не знаю, что она хочет. Все, друзья. Мы на этом с вами прощаемся. Вот такое бестолковое видео. А что делать? Было жарко. Я целый день бегала в душ. И за целый день что сделала? Гречку с грибами себе приготовила. И все. И пыталась, как это, впасть в состояние нирваны, чтобы восстановить, как там, терморегуляцию. Только мне это удалось сделать. Тут Бэби потребовала, чтобы я ее вывела на улицу. Сейчас опять душ. И опять буду впадать в состояние. И в Багдаде все спокойно. Все, друзья. Пока-пока. Погода прекрасная. Если еще не спите, сходите на улицу. Все. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok